И снова здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики. Последние события в России могут говорить только об одном. Власть переходит в открытую конфронтацию с народом. Власть продолжает оказывать существенное давление на оппозицию и обычных граждан. Сегодня несколько неприятных новостей. Начнем с национально-патриотических сил России. Как только они выразили поддержку жителям Хабаровска, Роскомнадзор оперативно произвел блокировку всех информационных ресурсов НПСР. Были заблокированы все сайты, а также частично контент на их ютуб-канале. То есть мы видим, что как только оппозиционные силы начинают высказываться о поддержке народа, им открыто закрывают все возможности общения с народом. Искусственно пытаются заглушить любые попытки оказывать поддержку гражданам России. НПСР уже заявили о неправомерности данных действий, о нарушении законов России, о нарушении самой Конституции. Представители НПСР также сказали, что блокировки подверглись все материалы, где выражалась поддержка жителям Хабаровского края. В связи с этим национально-патриотические силы России выражают открытый протест этому произволу. Это никак не повлияет на ту борьбу, которая ведется. Действия властей еще раз показывают, что в России идет тотальное попрание существующих законов и свобод граждан. Попытка заткнуть рот несогласным с режимом ни к чему хорошему не приведет, это лишь еще больше злобит народ. Власть сама загоняет себя в угол, превращаясь в какого-то монстра, от которого народу впоследствии придется защищаться. Также представители НПСР заявили, что уже несколько дней за ними ведется слежка, несколько машин постоянно следят и не выпускают их из вида. Что само по себе неприятно и оказывает психологическое давление. Но как они сказали сами, их не запугать. Мы выражаем поддержку НПСР и надеемся, что им удастся выкарабкаться из этой информационной блокады. Но эта новость не единственная. Следственный комитет предъявил муниципальному депутату по Темирязевскому району Москвы Юлии Галямина обвинение по Дадинской статье, статья 212.1 УК РФ. Об этом пишет правозащитный проект ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Михаила Берякова. После допроса, который продолжался более четырех часов, Галямину отпустили под подписку о невыезде и повезли на обыск в ее квартиру. Ее обвиняют в неоднократном нарушении правил проведения митингов и шествий. Сама Юлия Галямина узнала о возбуждении дела против себя из средств массовой информации. Напомним, что данная статья предусматривает ответственность за неоднократное нарушение порядка организации, либо проведение собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. В числе санкций по этой статье предполагается лишение свободы на срок до пяти лет. Первым осужденным по этой статье стал в 2015 году активист Ильдар Дадин, приговоренный к реальному сроку лишения свободы, после чего статью стали называть его именем. Как мы видим, власть боится даже тех, кто не призывает к насильственному свержению власти. Они боятся абсолютно всех. Вообще, мы видим в последнее время ужасающую ситуацию с нападением на оппозицию со стороны власти. Они надеются, что безглавив протест, народ опять заляжет на дно в бесконечную спячку. Но такого уже никогда не будет. Хабаровск ко всем нам показал, что мы свободный народ, что мы не собираемся отдавать наши свободы, что мы все выступаем против произвола властей, против той непрофессиональной политики, которую проводит Путин и его окружение. Мы против открытого разбазаривания ресурсов страны, против коррупции, которая расцвела при Путине, против олигархата, который пытается сделать из каждого раба, который до самой смерти будет пахать на так называемую путинскую элиту. До сегодняшнего дня у кого-то еще были надежды на выборный процесс, но Путин буквально вчера одним рочерком пера разрушил все, подписав закон о трехдневном голосовании. Таким образом, людей лишили выбора, открыто заявив, что мы как фальсифицировали, так и продолжим фальсифицировать. Как быть в этой ситуации? Что делать каждому? На этот вопрос каждый сам должен дать себе ответ. Но при этом помните о своих родителях, которых в любой момент могут оставить без пенсии, о детях и внуках, которым придется всю оставшуюся жизнь горбатиться на так называемых хозяев жизни. В общем, что делать решает каждый самостоятельно. Но я скажу за себя. Поддерживать этот режим значит поддерживать самый настоящий распад нашей родины. Это мое мнение. Всего доброго, до новых встреч!